Недавно отремонтированная квартира семьи Кирилловых рушится на глазах. И, как считают сами жильцы, всё это из-за соседей снизу. В декабре в их подъезде на первом этаже начали делать ремонт. Спустя три недели, практически перед Новым годом, жильцы поняли, что строители начинают сносить несущую стену. Жена мыла и говорит, вот, видите, всё отваливается. Вон, трещины пошли. Их не было. Полы в квартире также пострадали от соседской стройки. В некоторых местах они стали проваливаться, а по ночам слышен треск. И уже месяц хозяева квартиры живут в страхе, что их дом может обрушиться. Причём, как говорит сам Игорь Кириллов, его подозрение не на пустом месте. В документах на перепланировку у соседей не указан снос несущей стены. Предусмотрение проведения установленных следующих видов работ. Устройство входа, изолированное от жилой части, то есть выход на улицу Горького. Демонтаж и монтаж перегородок, то есть здесь это самое. И благоустройство прилегающей территории. Нет ни слова о проёмах несущей стены. После обращений в полицию и администрацию округа жильцы решили собрать общедомовое собрание. Заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения также выехал навстречу горожанам. Это творится не только в нашем подъезде. Это уже третья квартира, переведённая, таким образом, в неживое помещение без собрания собственников жилья. Как говорят жильцы дома, своё согласие на ремонт, тем более на снос стены, они не давали. И подписи, которые были у собственника помещения, подделаны. Однако хозяин квартиры навстречу не приехал. Жителям рекомендовали написать коллективное письмо с жалобой для дальнейшего разбирательства. В зависимости от того, соответствует родописи действительности, не соответствует, посмотрим ещё раз проект, и будет принято решение. Или остановить эту перепланировку и потребовать судебного порядка восстановить нарушенные проёмы, или что она соответствует действительности. Стены от перепланировки теперь начали трещать по швам не только в квартирах, но и со стороны улицы. Надежда Якушенко, Сергей Юдовиченко, Телемикс.